Ну, печально то, что, конечно же, все это происходит на фоне каких-то очень важных событий, вообще неполитического свойства. Там, ну, я имею в виду технологические повороты какие-то фантастические, там, все то, что связано с этой Теслой, как бы все то, что связано с возобновляемой энергией, с продлением жизни. То есть пока, значит, Россия теряет время крутиться вокруг этих девяностых туда-обратно, то есть 20 лет мы потеряли или 30, ну, в мире происходят какие-то очень важные события. То есть и вообще-то на этом повороте, который сейчас происходит, многие отсталые страны, у них появляется шанс стать передовыми. Например, вот Черногория, где я сейчас нахожусь, она, значит, концепция вот этого постиндустриального общества дает Черногории шанс, как бы, стать некий такой, ну, вот, для информационного общества символом является Силиконовая долина, значит, для индустриального общества символом была, там, немецкая, русская область. Вот, вот, для постиндустриального общества может оказаться, там, Черногория или Средиземноморье в целом. Вот, но так или иначе Россия теряет, как бы, время. Но дело в том, что вот эти все исторические процессы, серьезная проблема, что они никак не согласуются, ну, в общем, у человека есть жизнь. Вот вы живете свою жизнь. Вот мне 50 лет, и мне вот рассказывают вот эту историю, которую я вам сейчас рассказываю, и я понимаю, что, ну, мне осталось, допустим, лет 25, и вот все это не умещается в 25 лет. То есть Россия вернется, конечно же, на европейский путь, но лет через 30. Что это значит? Это значит, история не про меня. Это значит, что я бросаю это все и уезжаю куда-то делать то, что я могу сделать в этот период. То есть вот эта потеря времени, она очень легко и быстро конвертируется в потерю наиболее мобильного слоя людей. То есть тех людей, которые могут что-то реально сделать, поменять в лучшую сторону. Эти люди, понимая, что это все не про них, они как бы для России потеряны. А в 21 веке основная конкуренция, это уже конкуренция не за территории и даже не за ресурсы, а за людей. То есть Россия теряет конкурентные преимущества, в то время как даже там такие, казалось бы, раньше отсталые, как бы, ну, Китай, понятно, они наоборот. То есть они как бы наращивают свои преимущества. И в том числе, понятно, у них, с одной стороны, есть огромный запас человеческого ресурса из деревень из китайских, то есть огромное количество населения. Во-вторых, у них выстраиваются хорошие отношения с Сингапуром, с Гонконгом, которые начинают уже друг друга опылять. А люди одного культурного как бы бэкграунда, вот.